Говорим мы сегодня с вами о такой вещи, которую, в общем-то, заставили меня говорить именно вы. Потому что в нескольких регионах, в нескольких городах в этом месяце я использовала одну и ту же фразу. И была одна и та же реакция у людей. Потому что, когда я говорила про вирусный маркетинг, каждый смотрел на меня глазами просто вообще удивленными. А я удивлялась, по какой причине мы этого не знаем. Потому что, в принципе, это достаточно уже распространенное такое понятие, которое, ну скажем, давно зарекомендовало себя на рынке. В традиционном, я имею в виду, рынке. Посему я решила, что мы частично коснемся этого понятия. И достаточно часто это понятие используется, вернее, оно не понятие используется, а именно этот принцип используется в рекламных ходах, в рекламных маркетинговых ходах и так далее. Я попробую соединить сейчас две вещи. Одно из вещей – это традиционная реклама вирусного маркетинга. Второе – это, конечно, то, чем мы занимаемся сейчас. Спасибо большое. То, чем занимаемся мы сейчас. Что такое, в принципе, вирусный маркетинг? Это вещь, которая распространяется и начинает распространяться с такой скоростью, что в конечном итоге ее практически невозможно отследить. И невозможно понять, в какую сторону она пойдет. Ну, вирус, вы сами понимаете, что такое вирус в принципе, да. Вирус, конечно, это плохое слово для человека, если он болеет. Но очень хорошее слово для рекламы, если нужно очень быстро распространить что-то. В 96-м году первый раз это понятие было уже как-то систематизировано, как понятие, да, на вирусном маркетинге. Во всяком случае, это облекло хоть какую-то форму законченную. А на самом деле, вы же знаете, что самые большие у нас распространители вируса были верующие, там, не знаю, в две тысячи лет назад, да, и последователи Иисуса Христа и так далее. Это давнешняя история, которая давно уже длится, и ей уже очень много лет. Вот, поэтому мы ничего нового не придумываем. Есть еще такое понятие, как сарафанное радио, да, когда люди начинают все это передавать от человека к человеку, да, мы еще их называем слухами и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем дело? Когда я не буду историю рекламы давать, она мне вообще абсолютно добалдет история рекламы, если честно, да, вот в том виде, в котором она сейчас работает. Все-таки не сказать об этом невозможно, да, и поэтому мне кажется, что сейчас реклама как таковая, да, в связи с телевидением, интернетом, она все время преобразовывается, и все хотят добиться максимального результата на вложенные деньги за рекламу. Это совершенно естественный процесс, да. Однако, если говорить о сетевом маркетинге, то он как раз начал движение свое в 20-30-х годах прошлого столетия, в тот момент, когда на самом деле была великая депрессия, то есть у людей реально не было денег, просто их реально не было, тупо не было денег, никто ни за какие рекламы больше не платил, потому что не за что было эти рекламы вообще, тогда тоже были рекламы, тоже оплачивали рекламы, только это были газетные рекламы, оплачивали, которые бегали, это все разносили и так далее, то есть это не с сегодняшнего дня такое изобретение прям какое-то, нет, оно было, но я повторяю, что в те времена в Америке, в такое сумасшедшее время великой депрессии, это, конечно, ну, я скажу, было нечто. Поэтому по каким-то причинам, между прочим, еще такой очень важный момент, очень важный момент, когда традиционный бизнес использует в своей рекламе, то есть хочет использовать в своей рекламе элементы вирусного маркетинга, они пытаются использовать элементы сетевого маркетинга, что они делают? Ну, это их видение того, что можно вообще сделать в рекламе. Они предлагают за то, что ты, к примеру, расскажешь кому-то, это какую-то сумму денег, прям вот, прям сумму денег предлагают, да? Не один раз пробовали это делать, есть даже такая схема, называется, схема называется так, акция «Продай друга», да, то есть ты за деньги даешь телефоны своих друзей, то есть акция «Продай друга», то есть это не в нашем деле, это в традиционной рекламе есть такая акция «Продай друга», вот. И, конечно же, как бы эта акция, она, я вам сразу скажу, она была провальная всегда. Вот смотрите, вот все акции, где пытались купить клиентов в традиционном бизнесе, эти все акции, они терпели провал, фиаско, понимаете? Все, ну, казалось бы, они брали элементы сетевого, это что за парадокс, да? То есть они берут элементы сетевого маркетинга, используют у себя в традиционном бизнесе, и у них провал, провал. То есть там такие письма им пишут, что, ребята, мы своих не продаем, что это такое, что у вас вообще, что за уровень у вас, что вы у нас за копейки пытаетесь купить, так далее. То есть какие-то вообще вещи невероятные. Вам такие, знаешь, я вам сейчас даю, знаете, фразы для размышления, между прочим. Хотелось бы, чтобы вы после школы подумали над этими вещами, а думать есть о чем, это очень важная вещь, а думать есть о чем. Вот. Ну, я не буду думать за вас. Я пока что бросаю вам те вещи, которые заставят вас пошевелить мозговой коробочкой своей там. А они не работали. А вот акция «Продай друга» работала. Почему? Почему акция «Продай друга» работала? А акции где? Потому что вещи были названы своими именами, понимаете? Это шокирует всегда человека. Вообще, правда, она шокирует. У меня есть выражение, которое некоторые не знают, но я напомню. Мое любимое выражение. Если тебе нечего сказать, говори правду. Если тебе нечего сказать, говори правду. Все. Это шокирует, но это вызывает уважение, это вызывает восхищение. Это, во всяком случае, вызывает понимание, когда ты скажешь правду. Разная правда. Захотите об этом поговорить, у нас будет 20 минут на вопросы-ответ, и мы об этом можем поговорить с вами. Почему это работает лучше, чем ложь или сокрытие, или приукрашивание всего? Вот вам, пожалуйста, пример «Говори правду». «Продай друга» акция – это чистая правда, и она сработала. Каким образом вообще зародилась сеть? Это же гениальная идея, сеть. Ну вот это же гениальная идея. Лучше этого, я вообще, я не знаю, я считаю, что это одно из изобретений 20 века. Одно из экономических изобретений 20 века. Вы посмотрите, что происходит. То есть, что такое сетевой маркетинг? Что такое компания сетевого маркетинга? Это обычная традиционная форма бизнеса. Обычная. Там есть налоги, там есть законы, там есть продукт, там есть производство. Ну что есть, зарплаты есть, расчет стоимости есть, там есть все, бухгалтерия, все есть, все есть. Нет только одного пункта, это, вернее, отличается только один пункт – это способ распространения продукта. Поймите, продуктов в мире миллион. Времена, когда у нас сбытовик, ну, во всяком случае, в Советском Союзе сбытовик из себя хотя бы что-то представлял. А сейчас это все, сейчас сбыт, вернее так, в наши времена сбытовики, да, они что-то представляли. Что сейчас на самом деле происходит? Продукта много, продукт классный, изобретение миллион. Кому это продать? Как это продать? Как продать себя? Как продать свой вид? Как продать изобретение? Как это все продать? Вы знаете, я смотрела передачу, идет по российскому каналу, Акулы Бизнеса называется. Посмотрите, она и в записи в Ютубе. Очень хорошая передача, очень, очень. Ну, я вам честно скажу, я половины как бы там не поняла, о чем они там трепятся, что там происходит. Вообще очень много таких сложных слов. А вы знаете, что самые глупые вещи делаются с умным выражением лица. И есть еще одно такое выражение, приукрашая сотни враг, одну сомнительную правду. Чем больше ты говоришь, тем меньше тебе верят. Понимаете, да? Чем больше ты наносишь на нас снова чего-то, тем больше ты терпишь фиаско. И чем проще ты есть, чем в более простую форму ты облекаешь какие-то даже сложные вещи, тебя понимают, тебя принимают и принимают то, о чем ты говоришь. И всем легко. Обратите внимание, это просто фантастика, но это факт. Итак, вирусный маркетинг и сетевой маркетинг. То есть сетевой маркетинг родился как гениальное изобретение. То есть никто ни за что не платит. Производственники. Они не платят за рекламу. Они не платят за посредников. Они ни за что не платят. Есть производитель. После производителя идет конечный потребитель. Ну, плюс какая-то маленькая такая вот тоненькая штучка, ниточка такая, да? Ну, чтобы доставку хотя бы сделать. Ну, у кого-то какие-то склады. И то по складам я бы очень сильно сделала бы большую кавычку или скобку. И судя по тому, что у нас их нет, это была очень правильная вещь. Не брать склады, да? Потому что на складах разные штуки происходят. И, в общем-то, спрогнозировать, что может произойти на складах каждой страны, к примеру, что может произойти на складе в Азербайджане, кто знает. А на складе в России, кто знает. Если культура, в принципе, не украл день, не прожил, понимаешь, у нас же вытравливается последний, понимаете. Я же вижу это по Украине, вон, пытаются там все. Понимаешь, они одного отрезали, второго поставили для того, чтобы второй воровать начал. То есть вообще это катастрофа. Я это вижу на своих глазах, что такое коррупция. Они пытаются, они пытаются, но у них ничего не получают. Спрут, настоящий спрут, вот как было когда-то в этом фильме. Точно это спрут, это страшное дело. Поэтому, конечно, у нас нет складов. И любая компания сетевого маркетинга старается вот все эти ниточки минимизировать, оставляя производителя и потребителя. И вот этот конечный потребитель, он же и является носителем информации, носителем. Это и есть вирусник. Все, все абсолютно сетевики, все люди, которые начинают пользоваться продукцией компаний сетевого маркетинга. Так или иначе, это вирусники, это тысячу процентов. Причем вирусники, которые делают это иногда намеренно, иногда нет. Теперь еще очень важный момент по поводу опять-таки вируса. На самом деле, каждый из нас, это вирусник, вот сейчас вот в чистом виде. Посмотрите, в чем вы одеты, посмотрите, что вы пьете, посмотрите, какую сумку вы носите, посмотрите, какие лейбы висят у нас где-то на лейбах, на кепках, на этих вот, на куртках. Все это, куртку же можно было сделать без лейбы. Ну а как ее делать без лейбы? Если куртка без лейбы, деньги на ветер, где же тогда вирус? А вирус должен быть постоянный, то есть он должен быть все время на глазах, он должен быть везде. Лейбы, 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 вирус, одежда вирус, очки вирус. Памщики строят свой бизнес на том, чтобы конечный потребитель в конечном итоге начал говорить об их продукте. Конечный потребитель бесплатно должен говорить об их продукте. Поэтому вы видите сейчас одну из реклам, я чуть-чуть отхожу в сторону, но посмотрите, есть такой не одну из реклам, а есть тип реклам, тип такой реклам. Мама, я хочу тебе посоветовать такой-то крем. Девочки, давайте посидим и я вам расскажу, какой краской для волос я пользуюсь. Обратите внимание, принесите его в маркетинг. Это традиционная реклама. Это традиционная реклама. Либо там, ну и так далее. Вы видите много таких вещей, которые пытаются внедрить в голову только одну мысль. Купил сам, расскажи другому. Есть одна только мысль. Каждый борется за конечного потребителя. Каждый, каждый борется за конечного потребителя. Все. Один из правил вирусного маркетинга, которое сейчас вас должно немножко шокировать, наверное, как и меня, но меня шокировало. Первое правило вирусного маркетинга – твой товар никому нахрен не нужен. Нужно понять, что это правило есть. И я не скрою, что несколько дней у меня, конечно, был вообще просто зажим мозга. Потому что передо мной мелькнуло все. Передо мной промелькнуло абсолютно все, что происходит в нашем бизнесе. Все то, как мы промотируем продукт, все то, что мы говорим, все наши эмоции, когда кто-то там что-то не понимает, понимаете, да? Не скрою, это самое шокирующее, что было у меня в этот момент. Но я хочу вам сказать вот, что, друзья мои, наш товар, равен, как и любой, любой товар, кому нужен. Вы должны понять это правило. Изначально никто никому, никто ничего не хочет, никто ничего не должен, никто ничего не нужен. Все, не нужен изначально. Это парадокс, ну, отчасти. Но для чего существует это первое правило? Оно существует только для того, чтобы абсолютно спокойно, понимаете, без любых иллюзий начинали разговор с человеком о нашем продукте. Понимаете, что он никому не нужен. Как не нужны зубные щетки, зубные пасты миллион, помады, ну, не знаю, что, придумайте, что еще там не нужно. Расчески, кофе и так далее и тому подобное. Никому ничего не надо. Первое, изначально первое правило рекламы. Для чего это делается? Для того, чтобы вы спокойно воспринимали формы выражения протеста против рассказа о продукте. Вы понимаете, да? То есть вы должны спокойно к этому относиться. Вы не должны ждать, ожидать. Вы понимаете гениальность и простоту этого правила? Когда человек ничего не ожидает, он все получает. Понимаете, это гениально, но это гениально, ну, что может быть более гениальнее? Человек не ожидает, что... Лена, я не ожидаю, что вы должны просто после слова... А я занимаюсь Боубап лайфом? И вы говорите, да вы что? Ой, как мне это нравится, да? И вдруг Лена говорит, нет, мне это не нравится. Она не любит Боубап лайф. Боже, 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 все, мир рухнул, все закончено. Она не любит Боубап лайф. Как она не понимает, какая у нас маска, какая у нас косметика. Нет, она не любит Боубап лайф. И она не знает, что такое наша маска. И ей она не нужна до определенного момента. Нафиг она ей нужна? Она сметаной мажет морду. Все. Все она мажет сметаной. И она не хочет нашу маску. Вы поняли? Это очень важно. Это крайне важно. И это очень сильно соединяется с сетевым маркетингом в принципе. Я думаю, что если вы будете понимать эту вещь, то первое, вы будете толстокожие. Это в первую очередь. Вы должны понимать, что вы только начинаете путь. Когда вы затрагиваете человека каким-либо продуктом, это нормально, это начало пути. И это нормально, когда он вам говорит, нет, это нормально. Понимаете? Да, это нормально. К примеру, там особенно сейчас новая тема. И бизнес наш оказывается никому не нужен. Вы понимаете, какая история? Потому что каждый первый, не второй, практически первый. Ну, может быть, исключение, да, исправил. Когда я говорю слово бизнес, ответ такой, нет. Вот уже с продуктом они согласились. Ладно, понимаете. Один этап мы уже прошли. Теперь у нас второй этап. Бизнес нет, нет, все. Бизнес нет. Понимаете? Ну, конечно, я это слышу уже 20 лет подряд. И меня это уже, понимаете, это мимо ушей так пролазит. Потому что я, не зная это правило, все-таки знаю, что бизнес наш никому не нужен до тех пор, пока мы не начинаем об этом говорить. И вы сами это понимаете, и вы это сами прекрасно знаете. Потому что я не знаю детей, которые бы в 17 лет на сочинении, на сочинении, кем бы ты хотел стать, сказали, я бы хотел стать крутым сетевиком, крутой компанией сетевого маркетинга. Такого я не знаю. Ну, это неплохо и нехорошо. Это просто есть и все. Это неплохо и нехорошо. Потому что устои общества диктуют ему определенную форму поведения и жизни в социуме. Значит, что у нас хорошо? Быть переводчиком, нефтяником. Ну, у каждой страны все свое, да? То есть так, переводчик, нефтяник, учитель, почетно. Ничего, что сидят в заднице. Но главное, что почетно. Потом кто там? Врач. Тоже почетным и по нечетным они есть. Потом, что еще у нас там есть? Ну, в общем, что-то такое есть, да? То есть это то, что почетно, то, что социум диктует. Социум не диктует. Социуму не надо много свободных людей со свободной профессией. Я вам совершенно ответственно это говорю. Социуму это не надо. Ему надо, чтобы ты закончил институт и нанялся на какую-то работу. Ему нужны рабы. Социуму нужны рабы. Извините, это факт. Именно поэтому, смотрите, в некоторых странах, а этих стран миллион почти, полно этих стран, проводится очень серьезная, так сказать, работа, потому, чтобы помешать частным предпринимателям работать легко. Социуму это не надо. Понятно, да? Откроем глаза, будем трезвы, успокоимся, уберем иллюзии. Социуму нужны рабы. Все, разговор закончен. Поэтому сетевой маркетинг – это по сути своей свободная профессия. Понимаете? По сути своей свободная профессия. Поэтому, конечно же, нас опасаются. Нас опасаются. Вот. Вернулись обратно. Так, к чему мы вернулись? К первому пункту правил, что наш продукт никому не нужен и наш бизнес тоже никому не нужен. В связи с этим, что я призываю каждого из вас понять из того, что я сейчас вам сказала. Когда вы, я повторю это уже второй или третий раз, когда вы проводите свои встречи, когда вы проводите, ой, не брифинги эти, встречи по бизнесу или клиентские клубы, никаких иллюзий. Понятно? Никаких иллюзий. Наш продукт никому не нужен. Это не мешает нам сделать так, что наш продукт будет почти в каждом доме. Второй пункт. Когда вы проводите встречу по бизнесу, вас не должно смущать. Первая фраза, которую, как правило, говорят, продукт, ладно, бизнес, вообще нет. Да? То есть вас это не должно смущать. Вы должны сами иметь систему аргументов. Сами. И вы должны эту систему аргументов, ребята, не полениться и написать. Вторая вещь, которая мне нравится в вирусном маркетинге, да? Вот. Это не совсем то, что я бы поставила на второе место. Ну, ладно, пойдем по правилам. Ваша система, то есть не наша, в вирусном маркетинге. Система подачи информации должна быть нетривиальная. Понятно? Она не должна быть такую, которая ожидается в стандартном проявлении. Нетривиальная она должна быть. Ну, то есть, что значит стандартное проявление? Я терп... Ребят, мне до тошноты иногда, вот честно. Вот мне иногда тошнит, когда такими правильными фразами такой, значит, человек в футляре с такой мордой, понимаешь, которую вообще не пробить ничем, и он вот с таким видом начинает мне на бумажке... Вот мне тошнит, понимаете, такая подача информации. Честно, не живой, мне тошнит. Но таких людей 95%. Они себе нарисовали какую-то модель подачи, то есть рекламы. И они в этой модели сидят, блин, это... Для меня это признак недалекости. Понимаете? Для меня признак интеллекта это умение шутить, да? Умение сориентироваться в пространстве, умение адаптироваться к конкретному человеку, умение на самой встрече, может быть, вообще по бизнесу и по продукту сказать вообще четыре фразы. Все остальное будет вообще не по себе, а человек купит продукт или возьмет бизнес. Понимаете, да? То есть вот для меня это признак интеллекта. Это вопрос, который я просто мечтаю, чтобы вот такие люди все больше и больше к нам приходили. Открою скобку. Когда мне говорят там, нам нужны другие сетевики, я отвечаю, нам не нужны другие сетевики, нам не надо никого переучивать. Мы берем обычных людей, делаем из них конфетки, понимаете, да? Поэтому особо мы не стремимся к тому, чтобы кого-то взять. Ну, если будут нормальные ребята, то есть это не то, что там, нам не нужны сетевики. Нет. Просто мы абсолютно спокойно к этому относимся. Вот и все. Потому что мы это умеем делать и так. И переучивать сетевиков, у которых нет вот этих навыков наших, которые уже привыкли к стандартному вот этому подачи информации, от которой тошнит всех вокруг, и потом отталкивает от сетевого маркетинга, понимаете, вот в том виде, в котором есть. Нафига это нужно? Ну, простите меня, те сетевики, которые к нам пришли, а сейчас, ну и то, я вот Володю не считаю из Самары, да? Там он вообще нашим был. Он работал в KGC, потом случайно забрел в какую-то другую компанию, сейчас вернулся. Вот я так это обращаюсь, да? А вообще, зачем их переучивать? Все, там просто испорчены все люди. Так вот, что такое нетривиальная, нестандартная система подачи информации? Шутка, провокация. Должна быть провокация. Ну, не должна быть тоже. С провокацией тут так еще. Серьезная история с провокацией. Не все, кстати говоря, хозяева компании соглашаются на провокационные методы. Не все. Должна быть определенный типаж хозяина компании, который бы сказал, ну, давайте, ну, рискнем во всяком случае, да? Когда я думала на эту тему, ребята, конечно, я вам это не скажу. Я поделюсь с этим с Надей, чтобы она меня успокоила, потому что моя фантазия ушла очень далеко в подаче нашей информации. Но в любом случае, посмотрите, что у нас происходит. С чего мы начали? В 2011 или 2012 году, когда я первый раз поехала в Грузию. У нас была очень такая суперовская поездка в Шатиль. Шатили. Шатили. Это 9 часов автобусом в горы, очень высоко. Это через мимо чеченской границы, туда вот наверх. Очень балдежные места. Ну, естественно, раз там места балдежные, горы, мы там где-то останавливались, и у нас началась сессия на фоне Баубаба. У нас начались вот такие сессии, там такие есть съемки, ну, просто потрясающие. То есть просто потрясающие съемки, когда, ну, там просто там ничего нет, и стоит Баубаба. Ну, очень красиво, все красиво. На фоне гор, на фоне каких-то вещей, там на фоне колокола и так далее. То есть мы делали просто потрясающие сессии. Потом мы начали делать другого рода рекламу и так далее. Это я говорю о рекламе, о том, чтобы эти вирусы распространять все-таки помимо вот такого разговора. Зачем это надо? Я сейчас объясню. Но это тоже часть вируса, это тоже часть игры. Нельзя в век интернета и такой информации использовать только метод один из уст в уста. Да, он самый главный, но нельзя не использовать что-либо другое. Нужно, наоборот, использовать много разных методов, и понимая, что это все дает один очень важный эффект. Давайте я вам скажу этот эффект. Нам нужно создать эгрегор компаний и продукта. Эгрегор. Это такая вещь, которую потрогать невозможно. Эгрегор потрогать невозможно. Но он есть везде. И, кстати, во всех традиционных, у всех традиционных рекламщиков этот термин присутствует у всех. Что такое эгрегор? Это нечто, чего ты потрогать не можешь. Это как информационное поле над тем, что ты, ну вот над тем, чем ты занимаешься. Информационное поле. Это значит вот что. Информационное поле разрастается, и человек, который никогда не слышал о зубной пасть, такой-то, такой-то, локалут или еще какая-то фигня, никогда не слышит. Он может никогда не видеть и никогда не слышать о Bob-Up Life. Он вообще понятия не имеет, что есть такая компания в мире Colors of Life. Ну, когда информационный эгрегор уже запущен, я говорю, это Colors of Life, и человек на полном серьезе говорит, мне кажется, это что-то хорошее. На полном серьезе он. Или наоборот он скажет, нет-нет-нет, это что-то плохое. То есть в зависимости от того, какой эгрегор запускается. То есть это что же может быть? В вирусном маркетинге может быть все, что угодно. Он может, наоборот, запуститься, наоборот, в минус. И такое было. Ну, вот я вам привела в начале пример, когда начали платить людям, так это был минус компании. Понимаете, да? Вот, поэтому нам важно, почему я сейчас вам это говорю, потому что нам очень важно запускать эгрегор любыми способами, любыми. Фотографии Боуба Плайфа, реклама, любые съемки результатов продукта. Причем очень важно, как вы снимаете, как вы берете интервью. Если это будет нудно, идиотски, то это сработает. Но это будет, нет, это не будет минусом. Но это будет неинтересно. Надо заставить людей распространить то, распространить ролик, распространить фотографию. И им это должно быть интересно. Они должны сами распространить этот ролик, эту информацию, эту фотографию. Сами! А они могут распространить сами, только тогда, когда это интересно, когда это нетривиально, то есть когда это прикольно. Есть такой ролик, Кока-Кола сделала. Я скажу вам точно, что этот ролик, он провокационный, он наглый. Это был скандал сумасшедший из компании. Они вообще, когда выставили этот ролик, они его пытались убрать со всех точек, и они не поняли, что убрать его практически уже невозможно. Они удалили первое, а рассылка уже 9 миллионов просмотров было ролика этого. А какой ролик? Кока-кола, представьте, да? Какие ролики обычно кока-колы? Они пьют кока-колу, все нормально, ставят, там жара, там Новый год, попси-кола, то есть все, тут же. Они говорят, все, никаких проблем. Берут какую-то штуку, бутылки из-под кока-колы, стеклянные, и так берут палку, и он начинает вот так вылетать. И они делают фонтан из кока-колы. То есть не пьют, а выливают кока-колу и говорят, типа, кока-кола нужна для создания фонтанов. Понятно, да? То есть, ну, это чистая водопроводка. Я не знаю, представляешь, если бы мы сказали, Боубап Лайф нужен для того, чтобы посыпать голову вместо пепла порошком, понимаешь? И вот так сыпем друг на друга, это значит порошок. Ну, это что-то возле этого, я не знаю, я же бы нас, наверное, убил бы сразу. Эрик добил бы потом контрольным выстрелом в голову, понимаешь? Еще посыпал тем же порошочком под конец. Но эта реклама была самой лучшей рекламой в истории кока-колы, которая заставляла смеяться и которая заставляла покупать эту кока-колу. И это чистая провокация. Но это чистая провокация. Я вот уже подумываю что-то сделать у нас, но у меня есть несколько идей. Посоветуюсь с Надей сначала. Нет, это значит... Ну, только давайте не будем доходить до маразма, а то у нас тут уже пошла жара. Дело в том, что я люблю Самару и Казань сейчас, а там не убирают категорически снег, понимаешь? И там периодически лежит, значит, лед такой, идешь вот. Вот я предлагаю Боубаб сыпать вместо соли и говорить, даже во время похода по заснеженным улицам помогать наш Боубаб. Ну, ладно, это все шутки. Дело не в этом. Дело в том, что какой посыл я вам хочу дать сейчас, очень важный. Друзья мои, если вы будете слишком серьезно относиться к тому, что вы делаете, у вас не получится ничего, научитесь смеяться над самими собой. Научитесь шутить, научитесь смеяться над самим собой. Научитесь смеяться, ну, вплоть до того, что... Ну, не то, что над продуктом, что нам смеяться над ним. Но это все равно прикольно, блин. Можно что-то придумать в нормальной форме. Нет, ну, на самом деле, есть масса других вещей, которые мы можем использовать и так далее. Но я сейчас говорю о рандеву. То есть, кроме самой рекламы. И о том, еще раз, пожалуйста, не пренебрегайте такими элементами вируса, как фотографии в интернете, Инстаграма, Твиттеры, ну, что, наш Фейсбук, соответственно, да. Не пренебрегайте такими элементами вируса, как лейбочки на своих тетрадках. Ну, и потом, понимаете, все надо делать, ну, круто, понимаете? Надо это делать тонко. Не лейба на тетради, к примеру, там. Они знают, там, малыш, который опирается на, к примеру, Colors of Life, как на этот, да, или там обнимает. То есть надо что-то делать такое, чтобы это было круто. Понимаете? Ну, я не знаю, я бы сделала еще таких две штуки из пенопласта в виде слогана Colors of Life и заставила бы детей драться этими штуками между собой, по голове давать. То есть это все из разряда рекламы. Это все из разряда рекламы. Это все прикольно. Это все хорошо. И так далее. И теперь возвращаемся к рандеву, да. Что для нас важно в этой вещи? Кто мне уже скажет? Кто умный? Кто умный, кто скажет? Научиться смеяться над самим собой, да. Научиться делать ходы, которые от нас никто не ожидает. Я вам сейчас расскажу один ход, который у меня лично со мной был. От девчонки, от девочки, которой было 18 лет. Она была моим спонсором. Когда я работала в компании Vision. Это было 20 лет назад. Вот мой прошлый, мой приезд в ноябре месяце с Флорой встречались с этой моей девочкой. Теперь она уже мама двоих детей. Красавица. Это была мой спонсор. Она живет в Москве. Она всегда отличалась с ней тривиальностью. Именно поэтому все ее любили. Все подписывали. Она была очень легкая. А легкими быть вообще неплохо. И, значит, я рассказываю, какой ход она со мной выстроила. Значит, какая-то у нас тема такая. Нам надо купить один продукт. Он стоит тысячу долларов. Это был не очень легкий такой переход у нас был. И вдруг, знаете, и на старуху бывает проруха, у меня резко, я не могу купить вот эту вот вещь, так называемый феном. Потом расскажу, это очень интересно. Это были прообразы вот таких вот компьютеров. Мы продавали всегда только то, что было на гребне. Я не могу. То есть у меня группа, чтобы вы понимали. Люди покупают феномы подо мной. У нас события. Условия – это покупка этого вот фенома. Чтобы вы понимали. Значит, люди покупают. Я сижу, как в коматозе. Я не могу купить этот феном. Вот я не... Вообще, это анекдот. Но это факт. Мне никто не отдал. Живут. Мои деньги не пришли. Мама что-то как раз у меня умирала. Или умерла. Что-то такое происходило. Я не помню, что. Как это происходило. Я начинаю беситься. Я ничего не могу сделать. И у нас идет какое-то событие. Телефонный разговор. Там громкая связь. И мой спонсор непосредственный. Контр-адмирал в отставке. Со свойственной ему мужской примотой. На весь зал. Я всех мотивирую покупать эти феномы. Сама не покупаю. Потому что у меня я не могу его покупать. Ну, то есть я пытаюсь. Не могу. И он на весь зал. На громкой связи. Говорит мне. Ну что, ты уже наконец-то купила свой феном? Жалко, что у нас не было видеосвязи в этот момент. Потому что я бы ему все сказала глазами. И, очевидно, у меня был такой металл в глазах, когда я ответила «да», купила. Что он сказал «хорошо, я тебе перезвоню вечером». То есть я сказала «да». Я соврала, сказала «да». Потому что там полный зал людей, понимаешь. Они все смотрят очень обалдевшие, что вообще вопрос этот есть. Ну, можете себе представить, я уже в бешенстве. Во-первых, я бешусь, потому что я не сделала это. Во-вторых, что он это все мне сдал меня, как кузик грелку, понимаешь. Я готовлюсь к вечернему разговору со спонсором. Вот. А характерность у меня еще топ всегда был. И вдруг звонок. И спонсор не звонит мне. Он понял, что он уже прокололся. И он посылает верхнего спонсора, то есть вот эту девочку 18-летнюю. И она «натоль, привет, как дела?» Я говорю «нормально, Машуля, ты чего звонишь?» Она говорит «да вот». Виктор сказал, чтобы я тебе позвонила, говорит. Ты чего-то так расстроенная там. И я, знаешь, когда услышала ее, я как разрыдалась. Я говорю «да я не могу, я говорю, купить этот феном. Это просто все против меня. У меня ничего не получается». Я говорю «люди покупают». Он, блин, на весь зал орет, купил. Или я этот феном. И я ору, ору. И, значит, плачу, плачу. И вдруг моя Маша говорит «да пошел он к черту этот феном нахрен». Я говорю «в смысле?» Ну, то есть это был ход, которого я точно не ожидала. Ну, точно, я думала, меня будет мотивировать. Ну, как мы, да успокойся, у тебя все получится там. Она говорит «да пошел он к черту, чтоб ты себе так нервы рвала из-за него». Все, не покупай его. Вот купи на 100 долларов что-нибудь и пошли они все в баню. Все, не покупай. Я говорю «не, ну, Маша, ну ты погорячилась вообще, что значит не покупай». Она говорит «да потому что я тебе все нервы съела. Мне надо, чтобы ты нормальная была, здоровая. Все, говорит, и так, говорит, куча всего, говорит, еще, говорит, с этим, все, не покупай». Ну, у меня куда-то слезы исчезли. Я говорю «не, ну, Маш, ну ты вообще погорячилась на самом деле, ладно. Что-то ж придумается так или иначе, да?» На следующий день у меня нашлись деньги, я купила этот феном без проблем. И я это помню всегда, потому что это был нетривиальный ход, нетривиальный. Он меня успокоил, я перестала нервничать, понимаете? Я перестала нервничать и пошла дальше. Один из этих, это хороший пример, это хороший пример. Я ей очень благодарна, всю жизнь я ей за что-то благодарна, за этой Маше. Так вот, друзья мои, будьте нетривиальными. Вы можете делать все, что вы хотите на своих рандеву. Вам важен результат. И запомните, люди будут к вам идти тогда, когда вы сможете не занудством их заинтересовать, а нормальным, живым, человеческим общением, с юмором, с долей иронии, с легкостью, с умением остановиться буквально на полу, вообще. То есть умение остановиться на полу подачи информации. Не надо вам думать, что вы обязаны дать всю информацию, всю до единой. Не надо вам этого думать. Вы можете дать четверть информации, потом просто поговорить с человеком. Вы можете вообще нахохотаться, потом дать полу информации, либо вообще сказать, давайте завтра встретимся. Сегодня мы уже как бы просто пообщаться. Вы понимаете, да? Когда вы не будете зажаты рамками, вы быстрее будете подписывать контракты, к вам быстрее будут идти люди, будут быстрее покупать и так далее. Ну, скажем так, это связано, конечно, с Ларисой Подолюк, которая живет в Херсоне, один из очень таких старых наших бойцов проверенных. Всю жизнь она мне говорит одно и то же. Наташа, когда ты меня возьмешь на мастер-класс, чтобы я увидела, как ты, ничего не говоря человеку, продаешь ему продукты на тысячу долларов. Когда ты меня возьмешь на этот мастер-класс? Я не могу понять, что ты им говоришь. Это правда. Ну, это правда. Потому что вы никогда не услышите от меня полную информацию. Никогда. Я ее никогда в полном объеме никому не даю. За что получаю, конечно, потом возмущение близких и друзей, которые говорят. Подожди, Наташа, ну почему ты вот это не сказала? Я говорю, какая разница, все равно узнаешь. Ну, я говорю, за то мы поговорили. Ну, за то мы поговорили. Разве это не лучше? Угу. Да. Мне кажется, это вообще две важных вещи, которые я вам сейчас сказала. Первая вещь, я повторюсь. Ой, забыла первую вещь, которую мы сегодня... Да, никто ничего не должен. Да, никто не обязан любить ваш продукт. И вторая вещь, это вы должны быть нетривиальны в подаче информации. Мне кажется, это вообще две важнейших вещи. Третья вещь, которую я сейчас затрону, это вообще супер вещь. Это касается вас всех и вообще людей в целом. Есть такой тип людей, которые называются вирусниками. Работайте над собой. Становитесь легче. Ничего не бойтесь. Потому что только люди, которые боятся сдвинуться шаг в сторону, они зажаты. И именно... Вот понимаете, мы не понимаем по какой причине. У них подписываются контракты, у них начинают работать люди, у других нет. Я категорически настаиваю на том, что подписываются контракты. И есть успех в переговорах только у тех людей, которые могут себе позволить шутить, расслабиться. Они расслаблены. Они не боятся что-то пропустить, забыть. Не надо. Отличники никогда не зарабатывают много денег. Запомните. Зарабатывают много денег двоечники. Двоечники. Запомните. Отличники работают на двоечников потом. То есть двоечники нанимают отличников для того, чтобы они работали на их мечту. Запомните это. Не надо быть двоечником, но надо просто понимать, что двоечник может себе позволить то, чему никогда не позволит себе отличник. Отличник не отойдет в сторону. А двоечник может отойти в сторону. Ну похрену. У него нет стандартов никаких. Понимаете? А отличник сидит в зажатых стандартах. Поэтому отличник будет сидеть и работать на двоечника. Он ему будет считать деньги там, писать еще чего-то там. Вот вам банальный пример по поводу Форда. Когда его спросили, говорят, на кем же судилище-то устроили, над Гедри Фордом. Сказали, что он тупой, типа, что он самозванец, а он, понимаешь, уже машины строит, создал первые, как они называются эти, конвейеры и так далее. Ну его, значит, так, хотели посадить его в лужу и говорят, ну вы же такой у нас умный. Скажите тогда там, как называется столица Америки? Он говорит, а зачем мне это знать? Мне говорят, в смысле? Он говорит, у меня есть помощник, он мне скажет, как называется столица Америки. Этот отличник говорит там уже Вашингтон. Он говорит, вот вам ответили, мне это зачем знать? У меня есть помощник, который мне это скажет. Чего мне палиться на эту тему? Я глобально мыслю. Поэтому, друзья мои, да, я просто призываю вас к расслаблению. Уходите от зажатости. Устройте бенефисы со своих ранг-дюг. Тогда все произойдет. Третий пункт – это люди. Носители вируса. Кого мы с вами приглашаем в бизнес? Я когда смотрю, мне рыдать хочется. Мне просто хочется иногда рыдать. Значит, больных, немощных. Знаете, это называется так. Как вы себя чувствуете? Плохо? Очень хорошо. Вот именно вы нам и нужны. Есть еще такой тип. Зачем ты мне бабушку привела? Потому что у бабушки есть внуки. Хороший аргумент, понимаете, да? Но мне бы хотелось сразу с внуками поговорить. Что может бабушка передать внукам? Я бы хотела вообще понять эту вообще тему. Ну, такая бабушка, как я, конечно, до 120 лет будет, что передавать своим внукам. Ну, таких бабушек, как я, единицы пока что, да? Мы только работаем над этим, серьезно. Знаете, как я малого простимулировала учиться читать и писать? Он же категорически отказывался у них это все делать. Вот. Я ему говорю, он сидит, и я говорю, бабушка, ну я не хочу, бабушка. Я говорю, Жорочка, я говорю, вопрос, я говорю, только один. Я говорю, и он должен быть как-то разрешен. Я говорю, вот смотри, тебе надо найти игру Майнкрафт, а бабушке нет. Что ты будешь делать? Папу, папа нет, что ты будешь делать? И мамы нет. Вот ты сидишь дома, игра Майнкрафт, тебе надо ее закачать. Что ты будешь делать? Он говорит, писать надо. Я говорю, а ты умеешь? Нет. И надо учиться? Да. Хорошо. Все. Все. Достаточно, чтобы ребенок уже у меня читал сказки и писал смс. Смс он пишет. Он научился печатать. Здорово, здорово. У него бабушка продвинутая, у него крутая бабушка. Поехали. Остановились. Итак, носители вируса. Вот я носитель вируса. Я вирусоноситель. В чистом виде. Почему? Потому что если мне понравился отель «Град Казань», я буду о нем говорить всем подряд. Мне понравилась Наташа. Я вам расскажу про Наташу Платонову романы просто. Я буду рассказывать о Наде Гуровой, если кто-то, не дай бог, забыл ее имя, я напомню. Я буду рассказывать о кофе, я буду рассказывать о новых своих друзьях, я буду рассказывать об интересной находке и так далее. То есть я типичный вирусоноситель. Это большая удача для того человека, кто меня когда-то пригласил, получить в руки, пусть бедного на тот момент, без копейки денег в кармане, но вирусоносителя. Это большая удача. Нельзя смотреть на то, есть деньги у человека в тот момент, когда он приходит или нет. Нельзя смотреть, даже с каким он входом входит. Приятно, когда он входит с большим паком. Я считаю, что это высший пилотаж, когда вы находите вирусоносителя, еще и который входит с большим паком, и еще который начинает хорошо работать. Это, я считаю, все. Это, считай, все супер хорошо складывается. Бывают разные ситуации. Одна из ситуаций произошла у нас с Леной из Самары, которая меня все-таки... Но до нее то же самое у меня было. Я повторяю, это вот было два случая. У нас один случай был такой в Казани за этот месяц. И вот Лена из Самары, это второй случай. Все то же самое. Лена из Самары задает вопрос, что она пригласила человека, девушку, женщину. И эта женщина на презентацию пришла еще с двумя людьми, хотя ее этого никто не просил делать. Когда мы объявили на презентацию, что мы идем в спортклуб, эта же женщина подходит к ней и говорит, я могу своих подружек еще взять туда. В итоге она в спортклуб не пришла. И Лена задает вопрос, что с ней делать дальше? Я говорю, делать все для того, чтобы она вошла в бизнес. Потому что это типичный представитель вируса-носитель. Типичный. Это человек, который не может жить без того, чтобы не охватить какую-то часть людей информацией. То есть она все время находится в информации. Кстати говоря, твоя Наташа? Даша. Вот твоя Даша, это типичный вируса-носитель. Вот. Вот это типичный вируса-носитель. И поэтому надо подождать, опять к ней вернуться и сделать все, чтобы она хотела с одним паком, с двумя паками. Как получится, вошла в бизнес. Потому что если она пойдет, если ты ей поможешь пойти, и она увидит здесь то, что нужно. Конечно же, у нас сейчас в Самаре появились потрясающие в кавычках вирусы-носители. Если вы понимаете уже, что это не обидное слово. Вот. И это новая команда, которая сейчас растет в Самаре. Вот Аня на группа, да, новая команда. Ира знает, что я ее назвала тоже вируса-носителем. И Олег вируса-носитель. И, в общем-то, и Владимир вируса-носитель. И так далее. То есть практически, собственно говоря, я вам так скажу. Люди, которые остаются здесь уже в бизнесе, это и есть задатками вируса-носителя. Да? Просто есть задатки явно проявленные. Есть задатки такие еще скрытые, которые надо развивать дальше. Да? Вот. Поэтому, друзья мои, когда вы проводите встречу, рандеву, когда вы делаете только первые контакты, ну, пожалуйста, ну, не смотрите на человека, как на источник сегодняшнего входа в бизнес за деньги. Ну, понимаете, да? Смотрите чуть-чуть дальше в перспективу, что с этого человека может быть. Понимаете? Поэтому будьте гибкими. Смотрите сами по ситуации, которая складывается. Ваша задача, чтобы вируса-носитель зашел в группу. Все. Во-первых, вируса-носитель – это всегда человек, который будет с деньгами здесь. Он всегда будет зарабатывать деньги. Он будет увеличивать свою группу с вашей помощью. Я серьезно говорю. Это люди, которые сами не понимают, что они, в принципе, потенциальные миллионеры. Потенциальные миллионеры. Это люди, которые дают информацию всем. Что же происходит на самом деле во время рандеву? Ошибки рандеву. Значит, сидит зануда перед тобой. Вот такой вот зануда, который скрестил руки-ноги, который смотрит вообще в телефон. Или там смотрит в сторону, какой-то вообще непонятно, что происходит. А ты перед ним, цыганочку с выходом. А ты перед ним пошел, понимаешь? Пошел, понимаешь? Он сидит вообще, он смотрит в пустоту. Он просто убивает время. И свое, и твое время убивает. На что мы рассчитываем? Вот на что мы рассчитываем? Почему для осознания очень важно понять, что есть такие вирусы-носители? Чтобы не жалко было прощаться с этими непонятными людьми. Я бы сказала, ну просто меня на видео записывай, потом это будет нехорошо звучать. Но я бы назвала это все своими именами. Нельзя. Да, но что они видят? Нафига их вообще держать столько времени на этом рандеву? Вы что, не видите, что они отводят глаза в сторону? Что им это неинтересно? Что они не задают ни одного вопроса? Ну вы что, не видите, что они не живые? Чего они сидят? Я вообще не понимаю. Это паразиты. Вот есть паразиты, которые в организме человека есть. Вот есть паразиты по жизни. Вам кажется, понимаете, в чем дело? Вот этих вот людей, которых я назвала, есть такая иллюзия легкой добычи, понимаете? Вот они вас сидят и слушают, они время убивают. Я повторяю, и ваше, и наше, понимаете? А вы как бы, ну вот, я же час провел в рандеву там, я же рассказал человеку, что ты рассказал. И что в этой ситуации нужно делать? Ну, попытаться понять, что с ним происходит. И он все-таки нормальный человек. Как же, что надо сделать? Надо спровоцировать человека. Да, это научили меня много лет назад. У меня даже есть эта школа. Я могу вам ее, наверное, отправить. Она потрясная, эта школа. Но она такая провокационная. Это и есть тоже определенный элемент вирусного маркетинга. Почему там провокация идет? В том, что ты должен спровоцировать человека на какие-то действия своими словами, своими чем-то, ты должен его как бы разбудить. То есть заставить его психануть, ответить тебе. Вообще что-то пусть он сделает. Если он ничего не делает, все, это паразит. Надо его убирать, все. Я же тоже, что, ребята, давай лучше кофе с кем-нибудь умным попьем. Или просто пойдем сходим. Тоже не вредно, да? Пусть им нет. Нет, нет. Если человек вообще ни на что не реагирует, вот все, финиш. Что значит, вот что происходит обычно на рандом? Человек сидит, я с ним разговариваю, он молчит. Он молчит, он не шевелится. Вы видите уже те признаки, о которых я говорила. Вы знаете, да, он симптомы, симптомы паразита, видите. Надо вычислить, можно ли это симптомы. Значит, в этот момент вы начинаете задавать ему вопросы. Разные. Вам удобно сидеть? Что угодно? Вы можете задать любой вопрос. Вам так удобно сидеть? Попа не затекла? Что угодно? Вы можете любые провокационные вещи делать. Его? Вам надо его вывести из оцепенения. Вы можете сказать более деликатно. Сказать, я так вижу, вам ничего не нравится из того, что я говорю. Это так? Или я так вижу, вы думаете, как отсюда свалить. Это так? Ну, в общем, потому что может быть такое еще, что реакции нет, потому что, может быть, ваша информация слишком нудная. Человек уже думает, господи, блин, я-то на самом деле вирус-отвотитель, но она меня так достала своей занудностью, что я уже не знаю, как себя повести, чтобы, понимаешь, быть интеллигентом и не послать ее сразу. Понимаете? То есть человек может одевать любые маски. Это человек. Он не может. То есть вам надо понимать, что и ваша информация должна быть интересной, и его. Как бы есть такое, скажем, условие проведения встреч, когда один говорит, второй слушает. Я считаю, что вы можете себе позволить нарушить это условие, да? Ну, то есть какие условия есть? Я говорю, ты слушаешь, потом ты задаешь вопросы, да? Скажем так, я не всегда придерживаюсь этих условий. Не всегда. Иногда нужно дать человеку говорить. Ну, пусть она выскажет сам. Там есть люди, которые начинают сразу говорить, сколько это стоит? Ну, сколько это? Ну, скажите вы, сколько это стоит? Скажите, сбейте эту матрицу. Вот. Потом вернете обратно. Говорите о том, что стоит, вернулись обратно. Делайте свое рандеву живым. Еще раз повторяю, живым. Тогда ваша реклама дойдет до печенок. То есть ваше рандеву дойдет до печенок. По-другому нет. Ничего не будет. Какие еще провокации? Что я останавливаю рандеву, благодаря вам? Вот я так часто делаю. Юля, кстати, попадает в этом смысле практически постоянно со своими людьми. Я ей говорю, ну, пожалуйста, если ты хочешь читерщика пригласить, это ко мне, понимаешь? Я туда захожу, и, значит, у нее половина уже никого нет. Один парень к нам пришел однажды. Она его такая привела. Говорит, Наташа, он меня достал. Он уже там третий раз приходит. Я уже не знаю, что с ним делать. В итоге он заходит, помнишь, в этом, в Одессе в офисе? В Одессе, парня, помнишь, в офисе, как я ему рандеву провела за 15 минут? Не помню. Которого, когда я сказала, которого мама, помнишь, была? Я не проводила рандеву, остановила его на пороге, сказала все, что я думаю, и сказала, выходи отсюда. Все, до свидания. Я помню. 15 минут. Он нашалел. Я говорю, слушай, я говорю, ты точно не придешь в бизнес, но не сказать я не могу. Я говорю, ты поразил на шею своих родителей. Когда твоя мама умрет, которая сейчас делает все для того, чтобы ты выжил, ты сдохнешь. Потому что она тебя не научила выживать на этом свете. А ничего, он никакой, он ноль. Но я не могла же его просто так оставить. Может, какие-то спасительные круги дала ему. Может, испугается. Может, испугается, что-то с ним произойдет. Поэтому, ну, вот так мы развлекаемся иногда. Значит, что я хочу сказать? Убивайте человека. То есть, что я иногда делаю? Я говорю, все, стоп, рандеву заканчивается. Они говорят, в смысле? Я говорю, она заканчивается, вам неинтересно, я не вижу никакой отдачи. Вы понимаете, да? Вот я сижу, я не вижу никакой отдачи сейчас. Чего Польку бабочку танцевать? Вам же ничего не понравилось? Здесь важно, чтобы он начал что-то говорить. Тренинг я вам вышлю. Тренинг балдежный. Ну, он такой, немножко глубокий, провокационный. Но я в него вышлю. Вот. Вам ничего не понравилось? Он говорит, а что мне здесь нравится будет? Или там, типа, да, что здесь такого? Там, ничего мне здесь не понравилось. Что ты должен сказать? В тот момент, когда он это говорит, вы останавливаете вообще все. И вы начинаете говорить им очень простые фразы. Послушайте меня. 49 лет. У которой есть внуки. Внук. У которых есть дети. Которая имеет свой бизнес. Которая имеет бизнес здесь. Которая черт знает, где сидит в тьме таракане. В Казани или там в Самаре или еще. Не важно. Вы выбивайте. Вы, главное, стулья из-под ног выбиваете. Вам не важно, что вы говорите. Вы выбиваете стулья из-под ног. Я сижу и трачу свое время на вас. Скажите, пожалуйста, я похожа на человека, у которого не все в порядке с мозгами. Если человек адекватный, если человек адекватный, как правило, он говорит, нет. Ну, то есть, как правило, он понимает, о чем я говорю. Я говорю, если у меня все в порядке, на ваш взгляд, с мозгами. Вы не хотите задать себе вопрос, почему я сейчас говорю об этом бизнесе и почему я в нем? Вы хотя бы логически хотите подумать, почему я здесь и почему я... Выключили. Почему я этим занимаюсь? Почему? Зачем? У меня что, на лбу написано, что я идиотка? Нет. Да, вы можете, если вы включите. Если вы не хотите прочитать на своем, я буду то же самое. Вы тогда можете спокойно меня выслушать и включить, ну, хотя бы элементы логики по поводу того, что я вам сейчас говорю. Золотое кольцо, золотой треугольник, развитие бизнеса, что такое сеть и так далее. То есть, вы можете говорить потом все, что угодно, вас услышат. Потому что поймут, что вы занимаетесь чем-то, что не является комедией, а шутку, а шутки. А вообще юмор – это привилегия интеллектуалов. Понимаете? Поэтому не путаем юмор с балаганом, да? Вот. И в нужный момент все. Это называется нетривиальность подачи. Это поиск вируса-носителей. Понимаете? А ведь страшно же такое говорить, да, Лена? А страшно было бы такое говорить. Поэтому так распространяются, знаешь, какие отрывки из фильмов, как правило, да, вот такие фильмы художественные, где в конечном итоге так достают, да, что ты говоришь, слушай, я себе цену знаю, ты пошел в жопу. А суть только одна. Когда человеку надоедает, что его все наклоняют, он становится человеком, который уважает себя и дело, которое он делает. Согласна? Вот так. Вот так. Мы представляем собой компанию, которая является элитой сетевого маркетинга. Элита. Многие из вас еще не слышали те вещи, которые вы услышите от Сержа, от Эрика. Вы много еще чего услышите, конечно же. Особенно вот сейчас в Грузии, когда мы поедем в Грузию. Для меня, например, все просто. Везем туда людей, даже сырых, любых людей. Везем в Грузию и привозим оттуда, во всяком случае, убежденных в том, что это неплохо, да. Минимум, который нужно, это привезти сюда убежденных людей, что это, в общем-то, неплохо. Это как-то неожиданно, да. Это фантастика, потому что именно на событиях, которые вот... Это события года. Вот Грузия, это день рождения компании, это считается событием года. Остальные семинары, они более специализированные, но масштаб, масштабность идет вот только один раз в год. Ну, в данной ситуации в Грузии. Я хочу, чтобы у нас в Москве было такое событие в следующем году. Конечно, вот, ну, неважно. То есть нужен такой город, вот Москва, на мой взгляд, это такой вот город, который сможет, во-первых, посадить большое количество людей, да, большую площадку такую на 20, на 10 тысяч человек, на 20, на 40 тысяч человек. Вот, то есть можно было посадить большое количество людей. И вот события года, это день рождения компании, да, это вот какая-то жирная точка и осознание того, что из себя представляет в принципе компания, в принципе, что она из себя представляет. Вот, я затронула сейчас три пункта, давайте я подытожу, да, и мы закончим. Первый пункт, первый пункт, это забота о вашем психическом здоровье. Чтобы вы были в нормальном психическом состоянии, чтобы вы не думали, что если вам отказывают, то отказывают лично вам, вам никто ничего не отказывает. Просто человек вообще, вообще, ему просто не надо до определенного момента. Это наше психическое нормальное здоровье. Чего он говорит, о чем здесь, вы у вас лайк, хочешь попробовать? Нет, это нормально. Вот, это нормальный ответ, правильный. Он не выходит из студентов. Вы хотите об этом поговорить? Так, второй у нас пункт, это нетривиальность подачи, да. То есть, и сюда же, внутрь этого пункта, я бы все-таки затронула очень большую вирусность информации. Ее надо кидать везде. Ее надо бросать везде. Дети заколачивают где-то в аэропорту, кидайте информацию. Ну, все, что, я уже не знаю, ну что, придумайте что-нибудь. Любые, любые формы. Закапываем банки, удобряем землю, еще что-то, важно какая-то информация, важно, чтобы ее было много разной. Понятно, да? Значит, это первый пункт. Второй пункт. Наши рандеву, они должны быть требованы. Я умоляю вас, я вас умоляю, становитесь легче на рандеву. Становитесь легче на рандеву. Расслабляйтесь. Я повторяю, вы можете позволить себе отойти от стандартов. Вы можете идти по стандарту. Почему нужно знать стандарт? Почему я знаю стандарт? Почему я иногда это делаю? Когда ты знаешь стандарт, ты просто говоришь, буря мглая, небо кроет, вихри снежные. То есть ты говоришь то, что ты уже и так знаешь. Но в этот момент, почему я беру стандарт? Потому что мне надо освободить мозг. В тот момент, когда я просто даю информацию, мой мозг считывает человека напротив меня. Я должна понять очень быстро, как с ним дальше себя вести. Что можно говорить, что нельзя, в какую сторону пойти. Именно поэтому я использую пункты рандеву, которые я выучила наизусть. Заставляю выучивать наизусть всех остальных. И когда видите, что я начинаю пункт рандеву, знаете, мой мозговой процесс пошел вперед. То есть пункты рандеву идут сами по себе, чтобы человек давал информацию. Я думаю, что делать с этим человеком. Либо оставить его в клиентов, либо что с ним дальше делать. Вот конкретно в этот момент рандеву. Поэтому очень важно выучить пункты рандеву. Значит, это второй вот такой момент очень важный. Чтобы знать рандеву, либо идти по нестандарту. И то, и другое подходит. И то, и другое подходит. Использовать юмор, использовать самоиронию. Обязательно используйте самоиронию. Не бойтесь быть смешным. Слушайте, больше, чем мы над собой подсмеемся, никто над нами не посмеется. Правильно? Дело в том, что никто, человек, который способен к самоиронии, никогда сам себя не обидит. Он просто, он понимает, он адекватно на себя смотрит. Кстати говоря, это никогда не обидит человеку. Потому что человек, который не способен посмеяться над собой, он очень тяжелый в жизни человек. С ним очень тяжело. Все время контролируешь, что ему сказать, что ему не сказать. Нафиг это надо? Сам должен над собой смеяться. Все нормально. Вот. Идеальных все равно никого нет. Это был какой пункт? Третий. Третий. Второй. И третий. Это вирусоносители. Третий пункт. Это вирусоносители. Ищите вирусоносители. Создавайте им благоприятные условия для входа в бизнес. Потому что только вирусоносители. Вот. Конечно. Конечно. Вы мне сейчас скажете о том, что, Наташа, ты не жалеешь больных. Ты не жалеешь коллег. Ты не жалеешь убогих. Я всех жалею. На самом деле. Я всех жалею. Это один из элементов нашего бизнеса, нашего посыла. Но я поняла только одно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я поняла еще один факт, что Жириновский не так уж был и неправ, когда говорил об идее золотого миллиарда. Потому что нам не надо ничего придумывать для того, чтобы у нас остался золотой миллиард. Мы сами себя ухайдокиваем ежедневно. Не заботясь о своем теле, о своем здоровье. Питаясь как угодно. Делая какие-то фигли-мигли. Не употребляя Боубап Лайф в том числе. Или любые профилактические вещи, которых достаточно много. Один из них – это Боубап Лайф. Все остальное тоже имеет место быть. Понимаете, да? Не делая определенную профилактику. Мы сами, мы сами оставим только африканцев. Понимаете, у нас будет золотой миллиард одних африканцев, которые живут по 115 лет, блин, по 130 еще и сексом занимаются в это время. Поэтому это все-таки вещи. Ищите вирусы-носители, ищите людей, которые готовы продвигать бизнес. И у вас будет часть людей, которые будут вот такие. Пить просто продукт и так далее. То есть будет такая часть людей, а будут люди, которые вам нужны. Молодежь берите. Не только старперов каких-то и так далее. Я сама почти молодежь. У меня время вспять идет. Да, да, да. Вот, я имею в виду старперов не в смысле возраста, а в смысле души, друзья мои. Потому что есть такие старперы в 18 лет, что лучше бы я его не видел, называется, да. Он уже, он не успел еще пожить, а он уже старик. Ни во что не верит. Сидит, да, да, вот, как клуша-то на диване. А? Это мой старший. Да, твой старший точно, вот, не могу не согласиться. Это ужас просто какой-то. Понимаешь, ты моложе своего сына. Центок. Ну вот, в общем-то на этом мы закончим. Я никаких четвертых пунктов не давала, их всего было три. Давайте 10 минут по вопросам и все, заканчиваем. 10 минут. Вопрос, значит, вопрос вот по поводу рандеву, да. Вот ты говоришь, ты проводишь нестандартное, нетривиальное рандеву. Но надо знать стандарт, да, то есть надо знать определенную схему для того, чтобы действительно в этот момент смотреть на человека. Вот именно что ты, на что ты обращаешь, я не знаю, как формулировать вопрос. Как ты вот это вот, да. Это невозможно. Вот хорошо, что повлияет на то, чтобы ты действительно этому научился как можно быстрее это делать? Вот что бы ты посоветовала, что делать в этом случае? Да, вот это я могу, конечно, посоветовать. Здесь все легко. Это вот грузинская фраза, это фраза аборигенов прерии Америки. И, к сожалению, больше я этих фраз нигде, собственно говоря, и не видела. Это большая проблема человечества. Человек во время встречи, во время переговоров не становится тем, с кем он говорит. То есть он не растворяется внутри другого человека. То есть у нас так, разговор с самим собой называется. Я о своем, он о своем, вот и поговорили, называется, да. То есть это разговор с самим собой, вся эта проблема. То есть есть только две страны в мире, у которых есть потрясающие две фразы. Одна фраза – это приветствие аборигенов Африки. Они здороваются так. Ну, мы здороваемся как? Здравствуйте, да. Желаем здравия. А они здороваются так. Я тебя вижу. А тот отвечает, я тебя вижу. Вы поняли, да? То есть я смотрю на мир. Я смотрю на мир твоими глазами. Он говорит, а я смотрю на мир твоими глазами. Вы можете себе представить, если бы мы смотрели на мир глазами другого человека? У нас бы вообще были какие-то конфликты между собой? Вообще никогда. То есть мы вообще, мы жили бы вообще без конфликтов. А представляете, как это работает на уровне проведения переговоров? Когда ты пытаешься понять его, а он, а он тоже пытается понять тебя, услышать тебя. Так. И вторая – это, конечно, Грузия моя любимая. У них есть такое выражение геноцвали. У них есть такое слово геноцвали. Оно стандартное, это слово. Оно из Советского Союза, гамарджоба геноцвали. Все, в общем, одно и то же, одно и то же. Но на самом деле геноцвали – это такое слово, которое не употребляется у грузин в плане уважительного такого. Это типа парниша, там вот малыш или там дружок. Вот это, да, немножко такое фамильярное выражение, да. И я сначала не поняла, но на самом деле это геноцвали. Переводится типа на русский язык. Если вот так приблизительно перевести, то переводится так. Я подменяю собой тебя. Я подменяю собой тебя. Я становлюсь частью тебя. Я защищаю тебя. Я подменяю собой тебя. Потрясающе. Я вот, если честно, в украинском, в русском такого, может, и где-то есть, не знаю. В наших языках, может быть, что-то там. Ну, я не смешала. Два этих точно. Понимаете, когда ты сидишь на рандеву, ты, собственно говоря, и должен быть частью другого человека. То есть ты, если ты будешь частью ее в этот момент, которая заботится о своем сыне, выше, больше, чем о том информации, которую сейчас получают, ты ее поймешь, это ее младший почти, ты поймешь, что для нее сейчас то, как сидит сын, важнее любой другой информации. Ты не будешь на нее обижаться, потому что она мать. Ты успокоишься. Подождешь, когда, наконец, ее сын усядется, она опять зайдет к тебе, услышит тебя, и ты ей дашь то, что ты хочешь ей дать. Понимаешь, да? Да, не будет раздражения. Да, то есть ты понимаешь, ты ее понимаешь, но здесь очень важна одна вещь. Ты ее понимаешь, но ты не принимаешь. Я понимаю, что ты мать, что ты хочешь, чтобы Леонард сел, чтобы у него не отсекали. Я тебя понимаю, но я это не буду принимать, потому что в этот момент не важно, как он сидит, а важно, что засядет тебе в мозг. Попала ее в мозг. Да. Вот когда у тебя будет вот это «я понимаю, но не принимаю». Я понимаю, поэтому у меня нет источника конфликта, у меня нет раздражения по отношению к тебе. Я спокойно подожду, когда ты успокоишься, и потом я тебе все равно дам то, что я хочу дать. Тогда все, тогда вот это все, ничего больше, универсальный способ. Я вижу тебя, я вижу тебя, все, я понимаю. Все. Если есть еще один вопрос, давайте. Ну, ты хороший вопрос задала, молодец. Хорошо. Растешь над собой. Друзья, если у вас нет вопросов, вы в команде, то у нас здесь очень много вопросов. У нас всегда есть вопросы, да, Наташа? Наташа, можно вопрос? У Тани тоже. Наташа, можно вопрос? И у меня тоже есть один вопрос. Наташа, можно вопрос? Давайте оба сразу, и я отвечу сразу. Да, ну, во-первых, мой вопрос такой, у меня всегда есть вопросы, люблю развиваться, обучаться, вот какие бы ты сейчас дала послания амбициозным людям, новичкам, чтобы они не приехали просто так в Грузию, ну, как сказать, попав на один там тренинг, может быть, чтобы они взяли вот это событие по максимуму. То есть я считаю, что вот, ну, как сказать, квалификации, вот еще раз с ними об этом давать послание, именно по событиям Грузии, по квалификациями, по значимости того, что будет там происходить. Подожди, это Олег там говорит про кофе, чай? Да, тут, тут Олег, присядь, пожалуйста, две секунды. А не хочешь посидеть две секунды, две минуты? Ну, слушай внимательно. Вот. Помнишь, как ты слушаешь внимательно. А он тут с нами, да. Я с тобой поговорю еще потом отдельно. Хорошо. Идет видеосъемка, как ты меня слушал, внимательный или нет? Вот такой вопрос, Наташа. Ну, хочу две секунды сказать, что сейчас мы серьезно относимся к поездке в Грузию, и Олег в этом же помогает, и мы хотим автобус. Уже 10 человек есть. Вот, это пока 10, но мы готовим автобус на 45 человек. На 50. На 50, да, 49, да. Чтобы мы вывезли сюда, отсюда вот людей. Ну, такой вопрос, чтобы, Наташа, еще раз повторяю вопрос, значимый, чтобы это была поездка не на два дня, а чтобы это была поездка, ну, чтобы люди новые взяли по максимуму. Хорошо. Танюша, терпения тебе, конечно, я желаю. У тебя новая группа. Я вижу тебя, вижу. Я тебя вижу. Всегда. Always. Я твое всевидящее око. Значит. Таня, это нормальная, естественная работа любого лидера в регионе, для того, чтобы объяснять своим людям, куда можно попасть, на какие квалификации и так далее. Ну, посмотрите, вот сейчас, в начале месяца, те, кто сейчас уже есть, вот Володя, там, Олег, вот все, кто сейчас есть, они, ну, 200% должны сделать по максимуму квалификации, максимуму. Ну, приходит момент в конце месяца, понимаете, когда остаются уже считанные дни, человек, к примеру, не может успеть сделать какую-то квалификацию. Поймите, важно вывести абсолютно вот всех, кто может вывести, вот всех этих людей нужно вывести, потому что они могут взять там большой пак. Вот главное взять большой пак, вот это самое главное, потому что если он берет большой пак, то он попадает на все три дня, понимаете? Он не попадает только на тренинг Сапфира, вот этот новенький, да, вот, к примеру, все уже, ну, вот, все, никаких нет других вариантов. Значит, один есть вариант, это большой пак, да, когда он попадает на Ахмеда, а это очень важно. Он попадает на все тренинги Эрика Сержа, лидеров, он попадает на презентацию, то есть он практически захватывает для новичка абсолютно все, что нужно захватить, понимаешь? Для новенького. Мы говорим это о людях, которые либо просто хотят там взять сейчас продукт, категорически не хотят работать, либо будут уже подсоединяться уже под конец туда, да. Собственно говоря, у нас квалификация вот закрывается 1 мая, вот надо успеть до 1 мая сделать квалификацию. Там Олегу надо 40 паков, Володе надо 40 паков. То есть вот этим ребятам твоим надо квалификацию рубин сделать. Посмотрите тоже, вот вам, ну, если вы задаете вопросы, да, вот, потому что рубин вообще везде попадает, короче говоря. По сапфирам. Почему важно быть еще сапфиром? Потому что будет такая штука под названием гала-ужин. Вот, вот гала-ужин надо попасть, туда надо попасть сапфиром. То есть надо взять или голд на себя, либо под себя голд, ну, и еще подписать там голд и два пака, да, вот, если в чистую сапфиро сделать и попасть на вот этот гала-ужин. Он очень, это все очень стильно, эффектно. Там учредители, там грузинская вот эта вот вся атмосфера. Это огромный зал, в котором будет много людей. Все в праздничных отделях. Ну, вот, вы понимаете, да, это такая вибрация, это определенная, я даже не могу вам объяснить, но это вибрация, это среда, это среда другая. Это немножко, это то, что не делается практически нигде, потому что сами по себе у нас люди хорошие, не жлобы, понимаешь? Сами по себе. Знаешь, когда жлобы, мы были в компании, где у нас были жлобы, когда нас на столах танцевали, голых женщин приглашали. Ну, первый год, да, визион у нас был именно такой. Вот, потом мы все приходили, приходили, приходили к тому, что это все абсолютно не нужно. Ты понимаешь, вот как очищались, очищались, очищались. И дошли до того, что никто не пьет, не пьет и так далее. То есть, ну, понятно, да, то есть как-то мы к этому приходили всему. И в связи с этим вся наша, весь этот праздник, гала, он на очень таких вибрациях, что ты приходишь оттуда, и ты же, господи, какое счастье, что я есть вообще, какое счастье. Вот, поэтому объяснить это очень сложно, как объяснить сейчас, что ты ощущаешь на концертах Лепса, к примеру, или там Вакарчука, это, ну, это невозможно объяснить. Это есть вот те вещи, которые тебе надо просто прийти и понять, что время останавливается. Вот такое вот будет у нас. Поэтому, Наташ, ты меня вообще слышишь или нет? Да? Нет, ты меня не слышишь. Слышу, слышу, слышу. Нет, моя дорогая, ты меня не слышишь. Не слышишь ты меня. Я слышу тебя, хорошо. Ну, ладно, ладно, хорошо. Вот, поэтому, Тань, сейчас работа такая. Вот, все, кто сейчас приходит в бизнес, идея, это задача максимум, ой, вернее, задача минимум, это голдпак и сапфир. Все, кто придут в бизнес уже под самый туда, под самую завязку, да, к автобусу, так сказать, хотя бы голдпак, все. То есть вот задача, понимаешь? И сама смотри, у кого амбиции больше, помогай просто делать больше квалификации. Потому что будет сапфир плюс 30. Там две вот этих, мы вчера с Олегом там спорили. Я говорю, Олег, ты не говорил про 5 первых линий? Не с Олегом нашим, а с Олегом Махаликовым. Я говорю, Олег, ты не сказал про 5 первых линий? Он говорит, я говорил три раза про 5 первых линий. Я говорю, значит, я говорю, надо 6 раз было сказать про 5 первых линий. Это тоже очень любопытная квалификация. Значит, если человек не успевает, к примеру, сделать сапфир плюс 30, Ну, по каким-то причинам. Ему достаточно привести на события пять первых линий для того, чтобы попасть на тот же самый тренинг, на который попадут стать сапфиром. И вот на тренинге, вот на семинаре у тебя сидит пять человек, твоих в первой линии. А ты, примерно, сделал всего десять паков с этими пятью первыми линиями. Ну, больше ничего не получилось тебе сделать. Бывают же разные ситуации. Ну, ты привез эти пять человек, да? Вот привоз человека на события приравнивается к фактическому товарообороту. Потому что живой человек на событии – это человек, который будет вирусоносителем после события. Понимаете, да? Поэтому он приравнивается. Да, и он получит. Он получит много. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому я вот просто еще раз говорю, чтобы вы это имели в виду. Человек не успевает сделать тридцать паков, пусть тогда делает пять человек. И вывозит эти пять человек. Нюш, я тебе вот желаю терпения, да? Я просто считаю, по силам дается, называется, да? Что называется, по силам дается. Володь, какой у тебя быстрый вопрос? Если что, мы лучше зададим его попозже. Потому что нам надо заканчивать. Ну, назови вопрос свой, Володь. Назови вопрос. Ой, произнеси вопрос. У меня нет пока вопросов. Я уникаю. А, подожди, а кто говорил? Я, 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 Наталья. А если 10 первых линий я привезу, Олег говорит, здесь. Он и привезет эти 10, господи. Ты же ему цену уже знаешь. Он сказал, отрезал, привезет, куда он денется. Вот. Хорошо, все, мы останавливаемся сейчас. Если у вас есть вопросы, вы можете написать мне их в мессенджер, в фейсбуке, да, и я отвечу на эти вопросы. Ну, Таля, у меня один вопрос. Я так и не успел задать. Тарас, какой у тебя вопрос? У меня вопрос такой. Я, как бы, сегодня много чего услышал и частично ответ на это. Но у меня такой вопрос. Всегда ли лучше говорить людям правду? Не важно, это рандеву, не рандеву. И потому что у меня есть еще такое, что я контролирую, но оно все равно врывается при украшивании всего. Я борюсь с этим, я меняюсь, но я не до конца это переборол. И у меня вот при украшивании переваливает больше, чем правда иногда. Спасибо. Я в наушниках, поэтому я перевожу вопрос тем людям, которые не слышат вас. Здесь тонкая грань, Тарас, между обидой, то есть правда, она тоже бывает разная, понимаешь? И еще как ты ее скажешь. Понимаешь? Если ты ее говоришь с высокомерием, со жлобством, понимаешь, показывая, я умный, ты дурак, поэтому я тебе всю правду скажу, это одна правда, которая не имеет права вообще быть в наших отношениях. Потому что дураков нет вообще в принципе, Тарас, понимаешь? Понял. Даже если у тебя нет денег, поверь мне, ты не дурак. Нет дураков. И нет людей окончательно тупых. Нет таких людей в принципе. Поэтому твоя правда, она должна быть все-таки такая, чтобы не задеть чувства людей других, чтобы не оскорбить их, не обидеть их. Поэтому ты всегда говоришь, послушай, я такой же, как ты. Да? Я тоже боялся, я тоже не мог. Ну там, я тоже что-то, я такой же, то есть ты все время идешь через присоединение. Вот. Я говорила о том, что правду, если я не знаю, что сказать, я говорю правду. К примеру, я никогда не совру, что я там, вот мне говорят там состав. Состав. Я очень часто говорю, я не знаю до конца состава Боу Бап Лайф. Я его никогда даже в голову себе не впускаю, потому что я не забиваю себе голову лишней информации. Тебе нужен состав Боу Бап Лайфа, возьми банку и прочти. Какие проблемы вообще не понимаю. Понимаешь? То есть я говорю это, они говорят, как это вы продаете продукт, не знаете состав. Я говорю, а кто вам сказал, что я продаю продукт? Я продаю качество жизни. Понимаешь? Я немножко другие вещи продаю с помощью этого продукта. И с помощью всей системы. Я не продаю продукт. А продукт уже идет вам в нагрузку. В качестве подарка. Вот. Поэтому я говорила тебе об этой правде. Потому что правда, когда ты говоришь там, так, ты толстый, ты дурак, ты там еще что-то. А кому нужна эта правда? Ты можешь это все облечь в какое-то другое состояние для того, чтобы человека, наоборот, не оттолкнуть от себя, а наоборот притянуть, понимаешь? Вот такая правда – это признак высокомерия и гордыни, понимаешь? Вот. Это неправда. Это самоутверждение за счет другого человека. Именно поэтому, вот, к примеру, нас учат. Меня лично учили в свое время. Причем больно учили, больно. Как нужно разговаривать с официантами, с уборщицами, с людьми, которые от тебя напрямую зависят. Которые не могут тебе ответить в том же стиле, в том же тоне, в каком ты можешь с ними разговаривать, понимаешь? И это то же самое можно сказать о дистрибьюторах. Вот смотри, к примеру, я могу что-то сказать, но ты 35 раз подумаешь, ответить ли мне так же, правильно? Потому что я твой лидер, ты мой дистрибьютор, к примеру, да? Так вот, именно это должно заставлять меня останавливаться в тот момент, когда я могу себе позволить какие-то вещи. Именно это меня должно... Потому что мы с тобой в разных лесовых категориях находимся. Вот когда мы с тобой на равных будем, когда ты сможешь меня послать точно так же, как я тебя, ну тогда давай посылай друг друга вместе, да? Но когда есть люди, которые в чем-то, в социальном плане, в иерархии, в обслуживающем плане, от тебя зависят, ты не имеешь права с ними. Ты должен быть в два раза вежливее, в два раза предупредительнее с этими людьми, понимаешь? Потому что они тебе попросту не могут ответить. То же самое на рандеву, понимаешь? На рандеву сидит человек, который в 500 раз знает меньше, чем ты об этом бизнесе. У вас неравные весовые категории с ним. Он еще младенец. А ты уже прожженный воин, к примеру, да? Ты не можешь с ним разговаривать уже со своей точки зрения, скажем, подминая его под себя и самоутверждаясь таким образом. Да ты ничего не понимаешь. Да ты там кто? Что он? Он действительно ничего не понимает. И что такого для того, чтобы самоутверждаться за счет него? Он не понимает. Так это твоя задача сделать так, чтобы он понял. Понимаешь, Тарас? Давай, работай над собой. Да, понял. Спасибо большое. Мы с тобой часто вокруг этого крутимся, Тарас. Да, да, я заметил тоже это. Да, 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 это значит, что тебе надо, дорогой мой, уже заканчивать эти вопросы. Хорошо, спасибо, я понял. Все, спасибо большое, до свидания.